Вечных людей не бывает. Нардепы хотят отправить Авакова в отставку. Президентская партия «Слуга народа» ищет кандидата на должность заместителя министра внутренних дел, который в перспективе мог бы заменить главу МВД Арсена Авакова. Евгений Акравчук, заместитель руководителя фракции «Слуга народа», политсила президента Владимира Зеленского, заявила о том, что ведется поиск человека, который заменит многолетнего министра внутренних дел. Для начала «Слуги народа» планируют подыскать ему заместителя. «Мы решили так. Предложим заместителя, и если этот человек вырастет, и мы будем понимать, что этот потенциальный заместитель сможет заменить министра, то вечных людей нет нигде. Об этом свидетельствует предыдущее увольнение», отметила она. По ее словам, у фракции есть вопросы к Авакову. Евгения Акравчук рассказала, что у президента Зеленского пока нет кандидата на эту должность, который мог бы дать гарантию, что все будет на лучшем уровне. Поэтому сначала Авакову найдут и назначат заместителя, который наберется опыта и вскоре возглавит МВД. Она добавила, что МВД – слишком сложное министерство, чтобы предложить туда человека без опыта. «МВД – это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта… вторых шансов может не быть. Потому что это безопасность людей, это 300 тысяч личного состава. Есть вопросы к господину Авакову и по полиции, и, очевидно, по другим моментам. Очевидно, и это правда. До сих пор нет кандидата Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет в порядке», сказала депутат. На сайте МВД указано, что у Авакова есть шесть заместителей – Сергей Яровой, Татьяна Ковальчук, Сергей Гончаров, Екатерина Павличенко и Александр Гогилашвили. Ранее сообщалось, что по данным СМИ для Авакова в правительстве могут создать новую должность – силовой вице-премьер. 7 марта Зеленский объяснил кадровые изменения в правительстве, отсутствием эффективности и результативности. Глава государства подчеркнул, что кадровые перестановки не повлияют на курс Украины. Он добавил, что украинские власти и в дальнейшем нацелены на внедрение реформ и сотрудничества с МВФ. Напомним, что Аваков стал главой МВД в 2014 году. Работал в правительствах Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и остался в команде нового премьера Дениса Шмыгаля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова